Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребят, нам немножко осталось до 1000 подписчиков, давайте тоже приложим усилия, чтобы дойти быстрее к этой цифре. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, мне будет очень приятно, давайте там добьем 50 подписчиков. Ну что же, у нас сегодня очередной выпуск карьеры за игрока, мы продолжаем нашу карьеру в городе Манчестере, мы выступаем за Манчестер Юнайтед, ну и как вы понимаете, у нас это последний сезон в нашей карьере, поэтому мы должны провести его на хорошем уровне. Ну что же, начнем, пожалуй, сейчас у нас сразу, я так понимаю, да, игра будет против Сангемптона, мы идем сейчас на втором месте, у нас отставание в 4 очка до Манчестера, Сангемптон идет на 12 строчке. Составы на ваших экранах, выездная для нас игра, поехали. Ну что же, мы приехали к футбольному клубу Сангемптон, сейчас у нас выездная игра, поехали. И все-таки забиваем, вот этот у меня впервые, кстати, гол такой получился, что там немножко было сейчас непонятно, то ли гол, то ли все-таки вратарь там отбил, но я пробил прямо в него, в упор, и мяч все равно отлетает в ворота. Я так понимаю, но это же четвертый номер, это Вестергард? Так вроде его зовут. А, так еще между ног забил. Да, Вестергард, то есть и он как-то тоже не отыграл хорошо в обороне. И все, заканчивается матч, у нас минимальная победа над Сангемптоном на выезде, благодаря моему единственному забитому мячу мы побеждаем. Один удар у нас был в створ, он все и решил, у меня оценка 7,5 за матч. Мы все так же на втором месте, отставание в 4 очка до Манчестера. Забил я уже пятый гол в сезоне, 249 гол в карьере. Так, у нас сейчас товарищеские матчи за сборную, мы запомнили, что у нас 52 плюс 9, результативность в сборной, поэтому мы просто пропускаем матчи. Отлично, были наш вот как раз единственный забитый мяч в этом матче. Но сейчас сыгра против сборной Сербии. Сыграли мы в ничью, и я забил снова гол. Кстати, у меня 99-й матч за сборную, следующий уже будет сотым. Итак, сейчас у нас игра против Рейдинга в Кубке Англии. Играем мы дома, я не знаю, будем ли мы на нейтральном стадионе играть. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Кубок Англии, мы играем против Рейдинга на нейтральном, я так понял, стадионе. Поехали. И отлично. С левой ноги, 30-я минута, 1-0. Мы выходим вперед в Кубке Англии. Ну, замечательно, аккуратненько попросили голевую передачу, нас наградили. И мы уже забиваем дубль к перерыву, супер. И все, заканчивается матч, уверенная домашняя, можно так сказать, победа. Надо Рейдингом в Кубке Англии забиваем дубль сегодня. Уверенная действительно прям была игра, 7-5, у меня оценка. Дальше, как понимаю, мы встретимся против Нью-Касла в Кубке Англии. Это уже мой 7-й гол в карьере, ой, в сезоне. И 251-й гол вот в карьере как раз. Итак, сейчас у нас матчи в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим, как у нас там обстоят вообще дела в группе. Мы идем на втором месте. Спортинг на первом, 6 очков у них. И вот как раз играем мы сейчас против Пражской Славии. Я так понимаю, третий и четвертый тур нам предстоит сыграть с ними. У них пока что два поражения из двух. Поэтому нужно сделать им еще два поражения в этих двух ближайших матчах. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Пражской Славии. Третий тур Лиги Чемпионов. Поехали. И отлично. 1-0. 20-я минута. И снова забиваем, кстати, вот нерабочей ногой. Ну супер. Главное, что получается у нас забивать. Уже забили четвертый мяч в третьем матче. Подряд. Вообще замечательно. И все. Заканчивается матч. Минимальная победа над Славией. Снова мой единственный гол. Решил исход этого матча. 7-5 у меня оценка. 6 очков у нас в группе. Спортинг сыграл в ничью и потерял свои очки. Но все равно находится на первом месте. Я забил уже восьмой гол в сезоне. 252-й гол в карьере. Ну и у нас сейчас интересный матч. В рамках чемпионата Англии играем против Эвертона дома. Они идут на седьмой строчке. У нас 4 очка отставания до Манчестер Сити. Поэтому нам ни в коем случае нельзя терять очки. Нужно выигрывать каждый матч. Ну и посмотрим, как мы сегодня отыграем. Поехали. Итак, Олд Траффорд Манчестер Юнайтед против Эвертона. Очень интересный на самом деле матч. Поэтому сегодня будет интересно узнать, кто выйдет победителем из этого матча. И отлично. Перед самым перерывом мы выходим вперед. 1-0. И очередной гол за нами. Никто вот пока что в Манчестере не забивает в сегодняшнем выпуске. Вот только я каждый матч тяну нашу команду. И все. Заканчивается матч. Снова минимальная победа. Благодаря моему забитому мячу. Очередные 3 очка в чемпионате Англии. 7-5 у меня оценка. Ну и все. Также 4 очка отставания до Манчестера. Девятый гол в сезоне. 253-й гол в карьере. Сейчас у нас выездная игра. Мы едем в Лондон. Играем против Вестхэма. Они идут сейчас ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Вестхэм против Манчестер Юнайтед. АПЛ. Поехали. И долгожданная моя голевая передача. Впервые в сегодняшнем выпуске забиваю не я, а другой игрок. Это Маркус Рэшфорд. Отлично. Если я не ошибаюсь, то это вообще первая моя голевая. За Манчестер Юнайтед. Потому что у меня там только голы были. Ну вот. Распечатали теперь и ассистентское дело в Англии. И отлично. Еще и гол забиваем. 78-я минута. 2-0. Замечательно. И все. Заканчивается матч. Уверенная выездная победа. Гол плюс пас. У меня за сегодняшний матч. Оценка 7-5 у меня. Все так же 4 очка отставания до Манчестер Сити. Забил я 10-й гол в сезоне. Я дал одну голевую первую, точнее передачу в сезоне. 254-й гол в карьере. И 101-я голевая передача. Итак, сейчас у нас важная игра. На самом деле по вывеске очень она интересная. Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. Хоть они идут сейчас на 6-й строчке. Нам в любом случае нельзя терять очки в матчах. Составы на ваших экранах. Поехали. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. Легендарное противостояние. Поехали. И замечательно. Уже на 4-й минуте. Первый, ну это первая действительно была наша атака. Удар в стопор. Сразу же гол. Замечательно. И мы пропускаем. 40-ая минута. 1-1. То есть все, идут повторы. Значит гол засчитан. Забивает Хуниор Марайс. Но это первый гол, который мы пропустили в сегодняшнем выпуске. И все. Заканчивается у нас матч. Ничья 1-1. Но это впервые вот потеря очков в сегодняшнем у нас выпуске. 7-5 у меня оценка. Манчестер Сити, кстати, тоже потерял очки. Поэтому у нас все так же отставание до него 4 очка. 11-й гол в сезоне. 255-й гол в карьере. Сейчас у нас ответная игра в Лиге Чемпионов против Пражской Славии. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Манчестер приезжает в Чехию. Славия принимает сегодня одну из интереснейших команд мира. Ну и мы будем бороться за первое место в группе. И замечательно. На последних минутах в ворота Пражской Славии я все-таки забиваю вот этот единственный мяч. Ну и это уже, скорее всего, точно, но победа. Поэтому бежим к нашей скамейке запасных. Здесь и тренер, и вся команда действительно радуются. Потому что это очень важные очки. Сейчас, чтобы выйти с первого места из группы, нам очень важно было обыграть в двух матчах Славию. И все, заканчивается матч. Минимальная выездная победа. Благодаря моему единственному забитому мячу в конце матча мы побеждаем. Набираем 6 очков в матчах против Славии. 7,5 у меня оценка. Спортинг снова теряет очки. Играю в ничью с Шахтером. И мы поднимаемся на первое место. У нас 9 очков, у Спортинга 8. Поэтому все замечательно. Осталось вот в двух матчах обыграть Спортинг и Шахтер. И выйдем с первого места. Итак, 12-й гол уже в сезоне. 256-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Челси. Я не знаю, где они там вообще идут. Почему-то у нас Шеффел даже на третьей строчке Вест Бромвича, на четвертой. Челси идут на 14-й строчке. Очень странно. Все, конечно, уже идет к 2029 году. Но как-то так. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Стэнфорд-Бридж. Челси против МЮ. Английская премьер-лига. Поехали. И отлично. Голевая передача. Отдаем на Гринвуда. 15-я минута. 1-0. Очередная голевая передача. И мы пропускаем. 22-я минута. 1-1. Брайан Джилл. Забивает нам. Ну вот, снова мы пропускаем. И замечательно. Две голевые передачи. В сегодняшнем матче отдаем на Унувара. И все, заканчивается матч. У нас минимальная победа на выезде. Две мои голевые передачи нам приносят победу. Так что вообще замечательно. У нас 2 удара в створ и 2 гола. 7-5 у меня оценка. Но лучшим стал Гринвуд. У нас все так же отставание до Сити в 4 очка. Две мои голевые передачи прибавили сюда. Теперь у нас 3 передачи в сезоне. И 103-я голевая передача в карьере. Сейчас у нас матчи сборной. 54 у нас плюс 9. Сейчас будет у нас 100-я игра за сборную. И мы ее проиграли. Минимально сборной Берегии. Сейчас играем против сборной Испании. Ну а здесь нулевая ничья. 101-я моя уже игра за сборную была. Итак, сейчас у нас выездная игра против Уэст Бромвича. Они идут на 6-й строчке. Высоко прям поднялись. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, The Houthorns. Уэст Бромвич Альбион принимает Манчестер. Юнайтед. Поехали. И отлично. Голевая передача на 74-й минуте. Унувар снова забивает. Да, снова забивает Унувар. И сравнивает. Уэст Бромвич 84-я минута. 1-1. Забивает Роб Санкану. И снова мы вот пропускаем. Челси, Ливерпуль. Уэст Бромвич теперь. Я думал, у нас все нормально с защитой. Но нет. Какие-то все равно ошибки прилетают. Очень необязательные. И все, заканчивается матч. Ничья 1-1 против Уэст Бромвича на выезде. Отдал я в сегодняшнем матче одну голевую. Ну а Сити, кстати, тоже теряет очки в матче против Челси. Мы уже могли обгонять Сити, если бы не наши вот эти вот ничьи. Так же, как и у них. Поэтому все так же у нас отставание в 4 очка. Четвертая уже голевая передача в сезоне. 104-я в карьере. Ну и вот оно, это дерби. Манчестер Сити против МЮ. Мы играем дома. Ну и теперь будет борьба вот эта вот за минимальный отрыв. Либо сейчас Сити просто оторвется от нас в 7 очков. Но посмотрим. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Манчестерское дерби. Тем более сейчас это еще и первая строчка играет против второй. Очень важный матч. Так сказать, наверное, в первой половине сезона. Поехали. И отлично. Очень хорошо сейчас с Решфордом разыграли. 25-я минута. 1-0. И вот отличный выход 1 на 1. И мы забиваем. 2-0 на 90-й минуте забиваем последний гол. Ну и супер. Жалко, что вот против Вест Бронвича. Против того же вот Ливерпуля мы сыграли в ничью. Если бы там набрали очки, мы бы сейчас вышли на чистое первое место. Но сейчас все так же. Сити на первом месте. Правда, теперь у нас отставание минимальное. И все. Заканчивается матч. Уверенная домашняя победа. 2-0. Ребята, молодцы. Два удара у нас в Твор. Два гола. 7-5 у меня оценка. Минимальное, да, теперь у нас вот отставание. Мы единственная команда в английской премьер-лиге, которая еще не проигрывала. Сити вот потерпела свое первое поражение в АПЛ в этом сезоне. Забил 14-й гол в сезоне. 14 мячей и 258-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Спортинга. Тоже очень важная. Там будет сейчас у нас именно борьба за первое место. Надо будет вернуть должок за наше вот поражение. Поехали. Итак, эстадия Жозе Альвальде. Как-то так там правильно название. Мы в Португалии. Спортинг против Манчестера. Поехали. И мы пропускаем. Снова, снова Спортинг нам забивает. Вот просто из ничего произошел этот гол. И Педро Мендеш нам забивает. И все. Заканчивается матч. Мы снова проигрываем Спортингу. Минимально. Очень обидно. Вот действительно очень обидно. После того, как мы и Шахтер обыгрывали. Обыгрывали и Славию. Но вот здесь вот происходит снова вот это вот поражение от Спортинга. Они теперь на первом месте. Если мы теперь обыгрываем Шахтер, у нас будет 12 очков. И будем надеяться на то, что Славия постарается там обыграть Спортинг. Итак, сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Лидса. На выезде они идут ниже 10-й строчки сейчас. Составы на ваших экранах. Лидс против Манчестера. Поехали. Элиан Рот. Лидс Юнайтед. Принимает Манчестер. Ну что же, посмотрим, как отыграем последний матч в сегодняшнем выпуске. И отлично. 60-ая минута. 1-0. Мы выходим вперед против Лидса. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Манчестера на выезде над Лидсом. И почему-то там так футболист прям празднул. Как будто мы на первое место сейчас вышли. Я надеюсь на это, что Манчестер Сити там снова сыграл с кем-то в ничью. Мы сейчас сможем набрать очки. Нет, Манчестер Сити тоже минимально на выезде обыграл Весбромвич. Поэтому все так же у нас минимальное отставание до первого места. Забил уже 15-й гол в сезоне. 259-й гол в карьере. Получаем мы снова золотой мяч. Я не знаю, какой уже год подряд. То есть мы сейчас абсолютно там лидеры. Тем более еще и рекорды поставили, наверное, потому, что мы подряд золотые мечети забираем. Поэтому замечательно. Все, на этом сегодня мы завершаем этот выпуск. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Немножко нам осталось до 1000. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok